Проект «100 школ», в рамках которого было отремонтировано 117 учебных заведений по всей республике, завершен. Направлен он был на решение неотложных материально-технических проблем в школах Дагестана. Какие работы были проделаны в рамках программы в Гуниевском районе, узнавала моя коллега Патиман Ханапова. Шиферы. Тогда такие выпускали, наверное, черные-черные были. Наступать невозможно было. Подниматься на крыше невозможно было. Эта комиссия Тантикова, директор Гуджинской школы, рассказывает, в каком плачевном состоянии находилось учебное заведение на протяжении десятка лет. Деньги на ремонт не выделялись, а уроки могли бы оказаться под угрозой срыва. Чтобы не допустить этого, учительский и родительский состав периодически проводили ремонт своими силами. В этом году поменяли крышу. Вообще ветхое было, невозможно было там. Наверное, страшно было смотреть на него. Спасибо. Огромное спасибо Владимиру Васильеву, главе республики и тем, кто душу, руку приложил, помогли относиться к нам душой. В рамках проекта «100 школ» в одном из учебных корпусов была полностью обновлена кровля и обработана деревянной конструкцией противопожарной пропиткой. Директору Гуджинской СОЖ намерена подать заявку на участие в наступившем году, чтобы заменить кровлю и в другой части учебного заведения. Очень хороший проект. 100 школ. Говорят, будет в следующем году 150 школ. Будет охватить в этом году, в 2019 году, значит, 150 школ. Ну, это очень хороший подспорь для школ. Очень благодарны Васильеву, главе администрации, меценатам нашим, дагестанским, в лице Рамазана Карагашиева и Магомедова. Весомую поддержку оказал меценат Рамазан Карагашиев, хоть и не является уроженцем села, но на просьбу оказать поддержку и профинансировать ремонт школы откликнулся. С крышей были проблемы. Если посмотреть на потолок, конечно, там видно уже отвисший русский. Было проблемно. Мы очень переживали за это. Хотели, чтобы нам построили новую крышу. Спасибо всем, кто нам помог. Крыша на сегодняшний день новая. Всего в проект 100 школ попали 4 учебных заведения Гунипского района. В этом году проект будет продолжен. Только теперь в нем смогут принять участие около 150 средних общеобразовательных организаций. В 2019-м в рамках проекта, возможно, будут не только проводить ремонтные работы, но и строить новые школы. Батимат Ханапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Гунипский район.